Это тебе. Ничего себе, спасибо, но я уехала к родителям до понедельника, поэтому курьера, если что, к ним домой. Могу написать адрес. Да это просто картинка. Отличная идея, чтобы передохнуть. Или передохнуть, подожди, ну там можно назад, свалиться, блин, и между этажами. А, не, я не хотел бы там сидеть. Я думаю, ударение здесь на слове передохнуть. Твой персонаж в начале игры. НПС, который просит тебя спасти мир. Когда ты и твой друг облажались, но вы хотя бы вместе. Мама, я знаю своего ребёнка, он никогда бы так не сделал. Я, который именно так и сделал. Ой-ой. Почерк девушек. Почерк парней. Прощайте, неудачники, я нашёл бизнес-идею. Жордочки для птиц. 305 рублей, серьёзно? Кто пишет, ооо, это вы ещё цены на натуральные декорации для аквариумов не видели? Так, стоп. Я, походу, занимаюсь чем-то не тем. Набросок. Итоговый рисунок. Я, пытаясь вбить лекции за весь семестр, себе в голову за час до экзамена. Мой музыкальный вкус, так же мой музыкальный вкус. Я. Имея хотя бы одну кастрюлю со вставленной в ручку пробкой, ты сохраняешь традиции предков и отдаёшь до них мудрости. Кто пишет, до меня только сейчас дошло, что она не вставлена туда с завода. Ну, сейчас современные кастрюли делают не с такими крышками и ручками, поэтому такие лайфхаки вряд ли сработают, но можно придумать другие лайфхаки. Я. Мам, во сколько поедем, чтобы я знала, сколько у меня времени, чтобы собраться? Мама. Как проснёмся, так и поедем. Девятилетний я покупаю чипсы. Продавщица предлагает дать сдачу жвачками по рублю. Я. Выгодная сделка. И да, друзья, всем привет, меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка угарных мемасиков. Поехали. Когда уже целых пять минут не загонялся по пустякам, Лежишь себе спокойно, сладко засыпаешь. И тут вспомнил, что в стиральной машинке лежат вещи, которые нужно развесить. Двадцать тридцать. Сегодня лягу спать пораньше. Два сорок шесть. Юху! Дождь в реальной жизни. Опять этот дождь, как же он достал! Дождь в Майнкрафте. Я теперь Тор. Я тоже. Воздух был открыт в 1774 году. Пачки чипсов в 1773. Никто? Пятилетний я, приветствующий друзей бате. Здорово, мужики! Мама! Это вонючее существо должно спать на улице! Я и пёс пытаемся выяснить, кого она имела в виду. Это ты! Нет, это ты! У этих пикапов одинаковая вместительность кузова. Так, стоп, а ведь правда. Во, вот это я понимаю, настоящая охлаждающая подставка. Только там, как играть? Надо клавиатуру подключать. Ну, хотя можно, в принципе, и вверх ногами. Та самая подписка ждёт, когда на моей карте останется 200 рублей, чтобы их списать. Когда в детстве прогуливаешь школу и слышишь, как кто-то вставляет ключи в дверной замок. Мне кранты. Ана, чему ты так радуешься? Это же обычная палка. Палка? О, нифига себе обычно! Это, блин, настоящий меч! Зажигалка БУ на запчасти. 99 тысяч 900 рублей. Капец. Иногда хочется вернуться в место, где ничего не изменилось, чтобы понять, насколько изменился ты сам. Я что-то ломаю в гостях. Моя мама, которая не может наорать на меня при людях. Хм. Хм. Извини, но моя мама сказала нет. Здесь, в этом мире, ты можешь быть кем пожелаешь. Без комментариев. Как долго вы ходите на свою работу? 10 лет. О, вы, наверное, уже большой начальник. Группа опытных археологов во время раскопок нашла группу менее опытных археологов. Сказал младшему брату, что он может съесть половину своего винограда. Ну, всё по ТЗ, половину винограда съел. Почеши спину, пожалуйста. Где? 2, 9. Y, 2, 9. Хе-хе-хе. О, ништяк. А мне недавно Алена чесала спинку. Я ей пытался объяснить, где почесать. Я предложил ей перейти на систему. Знаете, как стейки из говядины называют? Ну, по расположению мест. Типа, рибай, там, филе миньон, не знаю, ещё какие-то. И она такая, где чесать? А я такой, филе миньон. В принципе, тоже вариант. Она делает так, когда говоришь ей, что она хорошая девочка. Ой, да ладно. Дизайн и упаковок обычного чая. Дизайн и упаковок фруктового ягодного чая. 4,5 тысячи лет назад люди строили пирамиды. Не знаю, где мы облажались. Что? Ну вы серьёзно? Вы не могли вкрутить, блин, болты в отверстия? Что? Зачем? Ааа, капец. Пранкеры, объясняя, почему испортить чей-то день, это смешно. Киберпанк 2077. Ой, так как ручки в банке привязывают, так и мыло. Гениально. Мои джинсы смотрят на то, как я опять загружаю в стиралку. Всё, кроме них. Это и вправду самое идеальное кресло. Кто пишет, кря-кря-кресло. Электрики годами скрывали эту хитрость. Я думаю, никакие электрики годами это не скрывали, потому что все электрики, которые обнаруживали этот лайфхак, просто не могли больше никому ничего рассказать. Я поднимаю большой камень. Куча насекомых под ним. У нас тут туса вообще-то, чувак. У меня в общаге не было вилок или ложек, поэтому мне пришлось отломить кусок вешалки. Вот это находчивость, вот это я понимаю. Когда у мужа золотые руки. Кто пишет, Коля, передвинь кровать дальше от окна. Парни, воспоминания о том комплименте из 2011. Я с друзьями после окончания инженерного вуза. Он не может играть, его отстранили. Моя кровать. Монстр под ней. Помогите. Насколько ты старый? Я. Слушайте, но разъемы полуписки до сих пор... В смысле, разъемы PC пополам, PS пополам, как это мы не называем? Короче, полуписки используют и в современных компах. Потому что, типа, скорость отклика быстрее, чем у обычного USB. Да, я шарю в киберспорте. Почему не придумали шоу, где плоскоземельщики ищут край света? Ну, можно выпустить двух плоскоземельщиков вдруг навстречу другу вокруг земли. И когда они встретятся, такие... Ах, в смысле? Когда выложил свое резюме сразу после окончания шараги. Я камешек. Дорогущий парфюм, который выветривается за два часа. Жареная рыба, которой воняешь неделю. Мой отец строил атомные электростанции, заводы, пароходы, собственный дом и в ус не дул. Я заменил гофру на котле и шланг в душевой. Уже второй день хожу, горжусь собой. Жена говорит, что я ее герой. Я решил сверить паспортные данные продавца машины с данными в ПТС. Перекуп. Пу-пу-пу. Когда в компании друзей-то ты бронируешь всем билеты, Вызываешь такси, выбираешь бар и планируешь шашлыки. Пикник на обочине знаешь? Знаю. Вот он. Хе, окей. Кто слил переписку братьев Стругацких? Когда решил покатать мяч с пацанами во дворе, Они обращаются к тебе на вы. У меня недавно была история. Я, короче, проходил мимо детской площадки. Там пацаны в футбол гоняли. И мячик вылетает оттуда и летит в сторону меня. И пацан один орет. Подайте, пожалуйста, мячик. Я такой, блин. Ну, мячик я подал. Когда тебе задают вопрос сразу после того, как ты проснулся. Когда забыл наушники и теперь вынужден слушать коллег за обедом. Каждый мужчина, несущий свернутый ковер на плече, Просто обязан выстрелить из него по соседскому гаражу. По Сызрани бегает веселая собака с трусами в зубах. Прохожие предполагают, что она могла их с кого-то стянуть. Когда остался ночевать у друга, а тот забыл дать тебе одеяло и подушку. И да, друзья, в открытой картинке вы можете придумать прикольную подпись И написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И смотрите другие мои видосы. Переходите по ссылочке в описании на наш сайт mimosg.ru Регистрируйтесь и публикуйте свои мемасы. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на паблик mimosg вконтакте И читайте нашу соленую книгу, которая называется «Привет, мир!» Книга в жанре фантастика, про искусственный интеллект И доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»